10 февраля прошла Республиканская Олимпиада по геологии. Ежегодно она проводится в три этапа – школьный, муниципальный и заключительный республиканский. Последний включает в себя два тура – теоретический, где ребятам были представлены задания с открытым вопросом, и практический, который включал в себя задания по минералогии и палеонтологии. Немало важно, что победители и призеры Олимпиады получат дополнительные баллы КИГЭ. Задания для Олимпиад также разрабатывает методическая комиссия, которая состоит из преподавателей университета. Подготовку мы осуществляем на базе наших базовых школ, которых сейчас 40 в республике на текущий момент, где работают геологические кружки и готовится команда юных геологов. По словам участников, больше всего им понравился этап подготовки. На нем студенты Казанского федерального университета проводили открытые семинары для юных геологов. Трудности же чаще всего возникали на практическом этапе работы. Практический тур, где нужно определить сети породы, минералы и ископаемые. А есть теоретический тур, где нужно отвечать на разные вопросы чаще всего они про нефть и про залегание пластов. Готовились мы на базе нашего лицея. Также мы посещали занятия в институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. У нас проходит курс по исторической геологии, по общей геологии. В институте непосредственно изучаем практику, практическую часть. Это минералогия, палеонтология. Геологией с каждым годом увлекается все больше школьников. Ежегодно Республиканская открытая полевая олимпиада юных геологов сближает их и создает юное сообщество геологов. Отметим, что первая такая олимпиада прошла в 2014 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова. Регина Табрисова, Карина Саяхова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюз.